Ну, я тебе, короче, и говорю, давай-давай, вставай, пора на работу, ты Ольгу подведешь. Меня-то не впутывай. Ты владелец бизнеса, ты ей деньги дала. Нет, она дрыхнет. Нет? Ну, я понимаю, после работы как бы устаешь, но тогда иди ложись спать, а не в ночные клубы. Я ей с утра завтрак делала, она без благодарности встала и ушла. Эй, эй, подожди, подожди, ты куда? Я встала и ушла. Я зануды? Митя, очевидно, что ты любишь свою жену, и поэтому ты должен заказать. Открывать глаза на мелочи, поэтому сначала купить цветы, а потом попроси прощения. Ты за что мне просить прощения? А вот тем более, попроси прощения, а? Девочки это любят, это лучше, чем сидеть со мной до шести утра и обсуждать косяки жены. Теперь купить цветы, а потом попроси прощения. Понял? Что? Звук? Звук? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Маньяк. Да, это я. 95-й на тысячу пятая колонка. По карте? Да. Плачу. Пожалуйста. Спасибо. КОНЕЦ 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 ВОТ КОНЕЦ КОНЕЦ ВЕСЕЛВА МЕНq Подождите, это же был ваш отец, который много лет убивал женщин, а вы об этом даже не подозревали. И вы серьезно считаете, что способны вычислить маньяка? Не понимаю, как такое случилось? Какая сволочь слила информацию? Не могу знать, товарищ полковник. Ты мне тут уставными фразами не хами. Ты вообще понимаешь, что это значит? Страшно, но пока ничего не произошло. Не произошло? Ты видел, сколько комментариев? Ты вообще их читал? Вот смотри. Полиция, как всегда, играет в молчанку. Вместо того, чтобы работать, они чешут в себе. Да они, там сплошные маньяки. Вспомните Новинского. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, Митрофанов. Что? Твою мать. Что-то случилось? Случилось. Труп у нас очередной случился. Девушка. Девушка, девушка, Тарасов. В промышленном районе, аккуратно берегу реки. Ты это понимаешь? Пока не очень. Забьешь в поисковике «Озерш к душителю» и посмотришь результат. А сейчас марш на место преступления. Слушаюсь. Остальное, топор, 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 топор. Гребенец. Корректор, это не просто действует. Продолжение следует... Справа не успеет. Продолжение следует... Медрофанов. Уфа АКС υбойкинг. Уфа АКС. Уфа АКС. Продолжение следует... 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 Ну, конечно. Михаил Иванович, здравствуйте! Не мог до вас дозвониться, вот решил заехать. Мы с женой решились на покупку вашего замечательного участка. Вот я даже залом привез. Нет, я передумал. Участок не продается. Почему? Нет, нет, просто мы с женой тратили время на просмотр, чтобы сюда приехать. Вы говорили, соседями будем. Почему? В том и проблема, что будем с соседями. Зачем мне соседка, дочь маньяка? Что ты сказал? М? Ты ж не сказал, что живешь с дочкой душителя. Откуда знаешь? Ты Суходольского смотришь? Ссылочку скину. Я сердцем слышу голос твой во время грусти и сомнений. Любовь, что делаешь со мной? Призвав войти в твои владения. Наверное, я в любви своей кажусь доступной. Но поверишь лишь, что я... Я... Эм... 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 Черт. Ну только нет, ну ты ж запомнила. Пап. Пап. Вспоминай. Вспоминай. Вспоминай, что я честнее и вернее, чем сотни скромниц в томном обрамлении. Этот монолог Джульетты я уже выучил. Я, Акира, что с тобой? Ну а я не могу это выучить. Обойдутся без меня? Как? Ты лучшая актриса школы. Ну, тогда не буду актрисой. Очень интересно. Буду ловить преступников. Как ты с мамой. Во! Только через мой труп. Тебе пора. Угу. Пап. Зачем ты переехал в этот дурацкий город? Туда ехать полтора часа. Эти полтора часа мы бы вместе побыли с тобой все это время. Дочь, твой отец мужчина. Мужчина должен работать. Ну, а ты тут тоже работал. Угу. Тебе нравилось? Мне нравилось. Мне очень сильно нравилось. Но потом в нашем отделе сменилось начальство. Основным начальством, как бы мы знаем. Не договориться. Не надо сочинять, Игорь. Я пыталась с тобой договориться. Отставить прослушку, товарищ майор. Мне правда пора. Обещаешь, что завтра приедешь? Ну, конечно. Конечно. Ну, конечно, я обещаю. Куда я денусь? Все-таки. Пообедаешь с нами? Нет, мне правда пора. Я завтра заеду. У нее с физикой какие-то проблемы. Может, останешься? Ой-ой-ой, товарищ майор. Это уже не уставные отношения. Харасмин какой-то. Раньше ты ни одной юбки не пропускал. Всякое желание отбивала. Ну, теперь, думаешь, я изменился? Ну, теперь ты мне не муж, мне все равно с кем-то гуляешь. Кстати, а тебе опять духами пахнет. Садись. Угу. Слушай. Класс. А ты точно хочешь вернуться в музыкальную школу? Мам, ну, нет. Я умею играть на пианино, а больше мне не надо. Зачем еще два года? Ну, а потом, мне нравится записывать миксы. Интересно. А играть в Вивальди это... Прошлый век. Точнее, даже позапрошлый. Ну, конечно, музыка для стрелялок, она круче Вивальди. Почему сразу для стрелялок? Есть много разных игр. Ну, стратегии, например. Знаешь, какая крутая музыка? Ты правда, правда молодец. Чё ты такой взрослый? Взрослый. Мам, ну, раз я взрослый, может, вы перестанете забирать место кондора? Уверен. Мам, мне четырнадцать. Раньше люди в это время бросали курить и шли на работу. Хорошо, ходи сам, только не кури. Ладно, спасибо. Я. Антон, выйди, пожалуйста, нам с мамой надо поговорить. Вообще-то это моя комната. Антон, выйди! Ухожу, ухожу. Музыку выключи. Что-то случилось? Это я у тебя должен спрашивать. Что-то случилось? М? Ты ее видел, да? Ты когда собиралась мне рассказать? Я хотела, просто не получалось. Алина, зачем ты согласилась на это интервью? Марк, я не могу вечно прятаться. Это моя жизнь, да. Папа был тем, кем он был. Но для меня и Антона он был прекрасным отцом и дедом. Ты говоришь о серийном убийце. Если ты не оставишь эту тему в покое, то ты сойдешь с ума, как твой отец. Так прекрати! Это ты прекрати! И прекрати сына впутывать! После этого на него полгорода будет пальцем показывать. Меня не продали в дачный участок, потому что ты дочь маньяка. Поэтому сама прекрати! Уже вечер. Подполковник Тарасов. И в связи с этим вопрос. Не хотите ли пропустить по Бакаричу? Не пойму, вы предлагаете мне поработать или отдать? У вас, наверное, появились новые вопросы, а я могу на них ответить. Куда ехать? Приезжайте ко мне в кафе. Иди, заводись. Алина! 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 Ну, подожди, давай поговорим. Ну, скажи что-нибудь. Ну да, я вчера вспылил. Вспылил? Да попрекнул меня моим отцом. Прости, на меня ждет сын. А ты чуть что, сразу сыном прикрываешься. Ясно. Я тоже человек! А где Тарасов? Где его носят? Денис, что там с перемещениями? Тарасовый. Алина! В 20.43. Ушла из кафе. Судя по камеру, столкнулся с каким-то стариком. Кстати, в это же время, в этом же кафе, ужинала наша Алина. Совпадение? В 21.30. Перегудова зашла в ночной бар-кран. Выбивала там около часа. После чего побеседовала с какими-то мужиками у бара. Мужики остались у бара. Перегудова двинулась в сторону набережной. Скоро исчезла из пола зрения всех камер. Наружное наблюдение. Время и причина смерти известно? Примерно 23.00. Асфиксия. Из бара она вышла. 22.30. Я помню. У мужа алиби есть? Полностью подтверждает камеры и показания Ольги Новиковой хозяйников. Разрешите? Проходите. Почему опаздываете? Пробуй в городе, товарищ полковник. Ты позвонил Алине? Нет. Почему? Я же просил с ней связаться. Не вижу смысла. Тарасов, ты не ищи смысл, когда получаешь приказ от вышестоящего начальства. Не вижу смысла. А теперь видишь? Преступник подражает Новинскому. Кто знает о подвигах Новинского лучше его дочери? Смысла он не видит. Алина изучает серийников с психическими расстройствами. Она нам может быть полезна. Да, кстати, и узнаем у нее как-нибудь так. Деликатно, что она делала в кафе, в котором работала официантка Перегудова, которую потом убили таким же способом, как убивал ее отец. Ясно? Все, работайте. Да? Алин. Алин, привет. Это Митрофанов. Удобно? Добрый день, Владимир Николаевич. Вполне. Алин, нам нужна твоя помощь. Ты, наверное, слышала, что в городе появился серийник, и он копирует преступления известных маньяков. Только не говорите, что они видели эту дурацкую передачу. Конечно, в курсе. Ну да, ну да, но... Дело в том, что... Сегодня появилась еще одна жертва. Это между нами. Мне трудно об этом говорить, но он скопировал. Отца? Да. Владимир Николаевич, перестаньте с вами, я могу об этом говорить. Скажи мне, если к тебе подъедет мой человек, ты... Ты его проконсультируешь? По делу Новинского и вообще по психологии маньяков. Ты ведь работаешь еще по этой теме? Продолжаю. Ну ты как, поможешь? Алина? А, да, конечно. Я поговорю, пусть позвонит. Спасибо, Алина. Занята? Пока нет. Как дела? Поссорилась с мужем. И кто виноват? Виноват всегда оба, ты же знаешь. Я имел в виду, что ты не хочешь работать над вашими отношениями. Почему? Не знаю. Может быть, потому что я его больше не люблю. Ты впервые задумалась об этом? Впервые произнесла вслух. А поняла еще год назад, просто думала пройдет. Видимо, я так и не смогла простить его предательство. И приняла его назад. Конечно, ради Антона. Думала, время лечит, кстати, большое заблуждение. И что намерена делать? Не знаю. Надо что-то решать, Алина. Надо. Ты что? Заслужил? За что? Я тебе вообще ничего не сделал? Сам подумай. Ты просто поржать или есть за что? Короче. Вчера предки сказали, что у них нет. Убийцей был. Баб мочил. А он и сейчас святоши строит. Ты гонишь. Эти игры я загуглил. Сам посмотри. Череп! 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 Давайте-давайте-давайте строимся, ребята. Добрый день. Меня зовут Руслан. Я буду вас тренировать. Как вы знаете, Леонид Михайлович ушел на пенсию. Ну, расскажу немного о себе. У меня третий дан. Год я стажировался в Корее. Участвовал в международных соревнованиях. Потом десять лет в Мурманске тренировал ребятишек в Тэквондо. В вашем городе я человек новый. Надеюсь, мы с вами поладим. Ну, давайте теперь вы. Кто первый? Я Миха. Три года здесь. Хочу стать чемпионом. Дима, занимаюсь всего год. Хожу просто подержать форму. Стас, два года заключения. Папа говорит, что нужно. Паша занимался на речном порту, потом секции закрыли. Решил попробовать еще раз. Узнал, что здесь новый тренер. Васёк, пять лет здесь. Взял область. Хочу выиграть все российские. Антон, год здесь. Хочу научиться защищать мамусю. Благородное желание, Антон. А шутники в следующий раз будут тренироваться в Коридоре. Следующий. Витя, два года. Хочу научиться хорошо драться. Валерия увлеклась Востоком. Больше всего понравился тэкандо. Занимаюсь уже четыре года. Умница. Илья, новенький. Первый раз здесь. Хочу попробовать. Ну что ж, отлично. Чонби! Давайте надеваем экипировку. Готовимся к спаррингам, ребята. Вперед, 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 вперед! Главное, вы не с маньяком, а то он еще задушен. Давай вместе. Давай. Чонби! Ха! 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 Внимаем экипировку, готовимся к растяжке. Зачем так жестко? Ты же видишь, что он слабее. Значит, будет сильнее. Давайте, 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 чего застыли? Готовимся на растяжку. Ну, короче, завтра у тебя что-то нервно. А это твой, дед, девушек душил, да? Он же был. Кто бы расплачивать за грехи-то его? Он и так душил, да? Отпусти. Отпусти, я сказал! А может так бы что-нибудь? Вот так! Эй! Отпусти его. Что ты творишь? А ты что, новенький, да? Кто же по всем огрести хочешь или что? Давай. Что, попробуйте? Ладно, парни, пойдем отсюда. Нафига ты полез? Мне не нужна твоя защита. Я сам во всем разберусь. Ну, тихо-тихо. Не нервничай. Конечно, разберешься. Ну, тихо-тихо. Просто сам в подобной ситуации влипал, и помощь мне в эти моменты не помешала бы. Всем же иногда нужна поддержка. Разве не так? Спасибо. Классное место. Только холодно очень. Мы раньше с отцом сюда ходили фоткаться. Больше не ходите? Да у него работы много. И с матерью у них не очень. Но они живы. Радуйся. У меня только отец с матью умерла. Давно? Десять лет назад. Я еще малым был. Значит, тебя отец воспитывал, да? Ну, не очень-то он меня и воспитывал. Я поздний ребенок, он уже старый. Учишься? В этом году закончил школу. Хотел поступать, а батя паспорт забрал. В общем, год еще погуляю, потом буду поступать. Я хочу пойти работать, но буду отцу помогать. Алина Борисовна? А вы по записи? Нет. Но я много о вас слышал и хотел попросить о пробном сеансе. Хорошо, у меня есть полчаса. Благодарю. Проходите, присаживайтесь. Устраивайтесь поудобнее. Удобно? Ну, давайте начнем. А расскажите о себе. Меня зовут Игорь. У меня семья. Жена, дочь, мама живет с нами. В общем, женское царство. И они все пытаются мной помыкать. Помыкать. Сделай то, сделай это. Никто не интересуется тем, чего хочу. Я на самом деле. Скажите, а так было всегда? Да, пожалуй, что так. Меня воспитывала мама, и чего уж там, она меня подавляла. Тоже никогда не интересовалась моими желаниями. А потом была школа, и одноклассницы меня не замечали. А теперь работа, и там тоже самое. Для женщин-коллег я вообще пустое место. Ну? Что скажете? Мы можем начать терапию? Вы знаете, я... Мне кажется, этот кабинет не самое лучшее место. А где вам будет удобнее? Возможно, в кабинете полковника Митрофанова. Давно раскусили. Вы плохо подобрали легенду. Посмотрите на себя в зеркало, вы типичный нарцисс. А исповедь подкаблучника не очень вяжется с этим образом. Внешность бывает обманчива. Бывает. Но вы действовали как типичный пикапер. Быстро сократили дистанцию, и первым до меня дотронулись. Ну, ну, интересно. Что еще вы можете рассказать? Ну, ваш стиль получить согласие за пять минут. Отсюда этот экспресс-флирт, который, я уверена, в большинстве случаев срабатывает. Вы не уверены в себе, у вас проблемы с эмпатией. Думаете, что видите меня насквозь? Вы сами спросили. Ладно. Простите за розыгрыш. Владимир Николаевич сказал, что вы можете помочь. А вы думаете, мы сработаемся? С самого начала считал, что это плохая идея. Митрофанова, я передам привет. Конечно. Всего доброго. А где ты живешь? В Соколова. Это там, где крутые тауны? Что, прям в таком тауне? Ну да. Круто. Хочешь, приходи как ничь в гости. Да ладно, ну чё я буду? Да ну правда. Приходи, мама будет счастлива. Посмотрим телик, приставку воронить. Ты же любишь игры? Ну так-то да. А кто их не любит? Хе-хе. Черт. Черт, отвали ты. Пап. Привет. Как дела, поможешь? Я? Слушай, ну мы здесь с мамой немного повздорили. По моей вине. Я вот здесь еще сюрприз готовлю. Пиццу решил сделать. А кулинар сам знаешь из меня какой. Вот. А у меня черный пояс по тесту. Сына, ну прости. Ляпнул, не подумал. Мир? Муки надо добавить, тогда липнуть не будет. В Guess Umberdин숙. Столько? Да, еще немного тут. Вот. Теперь замешиваем. Слушаю, шеф! А как у тебя с музыкой? Да всё клёво. Вот маме бит записал. Надо же. Круто. Поставишь? Уверен? Ну а что думаешь, не за чилю? Чили – это отдыхать, пап. А мы что с тобой делаем? Ну ладно. Слушай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Спокойной ночи, любимая. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА